Приветствую вас. Я думаю, что определить ваше психическое состояние можно только на очном осмотре у врача. Чтобы врач вас посмотрел, чтобы врач сделал какое-то заключение и, соответственно, тогда можно будет о чем поговорить. На мой взгляд, говорить о наличии или отсутствии у вас аналогично психического заболевания сейчас, мягко говоря, не профессионально. Потому что, ну, как бы, какой может быть в общем и целом, да, диагноз по интернету. Вот. То есть, как бы, в интернете диагноз вам никто поставить не может. Ну, не сможет. Это, в принципе, на мой взгляд, нормально абсолютно. Вот. То, что вы описываете, на мой взгляд, выглядит как драма. Такая вот драма, а именно вот психическая. Это выглядит. Вот. Вот. А, ну, вот. То, как вы это описываете, по крайней мере. То есть, выглядит так, что бы, вот, как-то, вот, свои чувства, вот, привыкли подавлять, да? Куда более полезно вам их не проявлять. И, соответственно, вы хоть как раз и не проявляете, собственно говоря, свои чувства. Вам так безопасны. С учетом того, что семья у вас получается, вот, такая достаточно дисфункциональная, да, у сестры есть, вот, определенные проблемы у отца есть, определенные проблемы и так далее, да? То есть, ну, если в семье есть, так скажем, зависимые, да, вот, то все остальные члены семьи считаются зависимыми партнерами. Вы, соответственно, зависимые партнерами. И, естественно, что, как бы, счастье вам это... не прибавляют. Не прибавляют. От слова никак. Поэтому, вот, в первую очередь, вам имеет смысл, что вот, проанализировать, да? Когда это началось, да? Да. С чего это началось? Когда вы это вот начали в первый раз замечать? Замечать? Ну и так далее. То есть, это вот как-то, в данном случае, на вас оказывает какое-то влияние, очевидно. Совершенно. Совершенно, да? Вот. То есть, вы в людях вот видите некоторую такую... ну, враждебность, скажем так. И... на мой взгляд, да, это... нормально, нормально. То, что вы видите... то, что вы видите в людях... в людях... в раздебность. Вот. Другой вопрос, как бы, да, что... с этим делать. То есть, вот, хотите ли вы менять? Потому что, как бы, то, что у человека всегда есть чувство, это факт. То, что вы свои чувства подавляете, тоже факт. Вот. То, что вам безопаснее ничего не чувствовать. Вот. Какая-то такая, вот, в данном случае, история. Я могу вам с точки зрения психотерапии, психологии сказать. Мне кажется, ваша, в данном случае, как бы, ошибка заключается в том, что вы пытаетесь, там, увидеть у себя заболевание психическое. Вот. Вместо того, чтобы, допустим, вместо того, чтобы, допустим, решить, да, вот, куда и как в целом вы хотите двигаться. Да? То есть, ну, может быть, у вас есть что-то. Может быть, у вас нет ничего. На мой взгляд, это не настолько важно, как важно то, что вы хотите с этим делать. Да? Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, на это вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. И уже, вот, как-то исходя из этого, да, уже двигаться. Да? То есть, хотите, если чего-то изменить в своей жизни. Вот. Ну, как бы, вот, мы психологи с радостью вам помо... вам помоют. Вот. Вот. Вполне возможно, что можно будет просто ограничиться как-то, как-то, вот, адаптироваться к тем особенностям, которые у вас есть. Потому что, ну, вполне возможно, что у вас сложились какие-то модели поведения, да, у вас сложились. как бы характеры, и, какие-то вот, у вас сложились, там, поведенческие паттерны, вот. То есть, это то, как вы реагируете на, ну, ну, например, на окружающих. И, соответственно, я легко могу предположить, что вы можете не хотеть, ну вот в глубине души, да, чего-то менять. То есть я очень легко могу это предполагать. Тем не менее психотерапия вам может помочь именно вот в том, чтобы подкорректировать свое поведение и, может быть, отыскать какие-то вот сложности в вашей жизни, вот, отыскать какие-то, ну, какие-то, какую-то, точнее, проблематику, вот, если вы в этом заинтересованы. И, соответственно, это как-то вот подкорректировать. Опять-таки. Только если вот вы этого хотите, только если вы в этом заинтересованы, потому что если нет, то, как бы, ну, говорить в данном случае тогда не о чем особо. Я бы не двигался бы в сторону поиска психических заболеваний. Почему? Потому что это очень относительно. Что считать психическим заболеваниям, понимаете? Психическое заболевание это, по большому счету, патология. Да, то есть вот все, что связано с патологией. У вас, есть ли у вас патология, нет у вас патологии, это зависит, ну, как бы, от точки зрения, понимаете, да? То есть для кого-то то, что вы говорите, это патология. Как так, вот, там, сама от себя ни в ком не нуждаешься, ни в ком не нуждаешься, да, как так, а-а-а, вот это вот все, для кого-то это нормально. Вот. Поэтому, может быть, если вы, а-а-а-а, поработаете, а-а-а, своими границами, например, личными, допустим, и, так скажем, будете, ну, меньше, может быть, как-то вот, допустим, людей бояться, да, если вы будете меньше, э-э-э, придавать значение тому, что делают люди вокруг вас, в том числе, тому, что, как люди себя ведут и так далее, вот, то, может, может быть, вам станет более комфортно, вы почувствуете себя расслаблено и сможете как-то себя проявлять, вот. если вы себя, там, допустим, как-то вот, ну, вините, да, если вы себя обвиняете за то, что вот вы такая, например, ну, просто вот, да, склонны, например, так выделать, то, конечно, вам, может быть, это тоже мешает, когда человек себя винит, ему сложно чувствовать, вот, свободу какую-то. так что здесь много достаточно вариантов, на мой взгляд, и каждый из этих вариантов нужно, на мой взгляд, исследовать, да, и смотреть, смотреть, что из этого не было ваше. А вы, если хотите, если хотите, если хотите, убедиться, в том числе, например, вы не больны, то он имеет смысл врачу, вот, дистанционно это сделать, ну, невозможно. Потому что слишком, слишком большой риск ошибки, может быть, в данном случае. Вот. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, кто-то позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!